Алена, здравствуйте. Вы будете участвовать на международной выставке «Россия». Расскажите о вашем участии. Чем собираетесь удивить? Планируем в Москве представить нашу продукцию – колбасные изделия и мясные деликатесы. Также планируем представить свои новинки – это консервные изделия и сырокопченые колбасные изделия премиум качества. Скажите, пожалуйста, впервые ли вы принимаете участие в таком масштабном мероприятии? Предложение поступило от Министерства сельского хозяйства. Для нас это большая честь, что они сами предложили нам участие. Для нас это новая точка роста и большая и хорошая возможность заявить о себе на более высоком уровне. Как давно вы занимаетесь предпринимательством и как пришли в мир бизнеса? Вообще компания «Хитсунов» существует более 15 лет. Я в управлении компанией последние 5 лет. Компания «Хитсунов» – это вообще глубоко семейный бизнес. Собственно говоря, наверное, об этом говорит наше название «Хитсунов». Компанию основал мой супруг совместно с его отцом. И уже последние 5 лет подтянулась я к управлению, так как у меня экономическое образование, маркетолог. Ну и вот последние 5 лет успешно развиваемся, вышли на федеральный рынок и планируем еще добиться более высоких успехов. Скажите, как коротко, но впечатляюще можно описать вашу компанию? На самом деле в компании «Хитсунов» есть официальный слоган «Цени момент». И для нас это не просто слова, потому что мы фирма достаточно с большой историей, с большой семейной историей. Не всегда селы, разные моменты в нашей жизни были, но на самом деле каждый момент в жизни он очень важен. Какой бы он ни был, маленький, большой, будь то завтрак с семьей с утра, или завтрак в одиночестве, когда ты своих детей уже отправила в школу, в садик, наконец-то осталась в тишине, в одиночестве. Либо это какое-то семейное торжество, либо еще что-то. Ну моменты бывают абсолютно разные. У каждого они свои, но абсолютно все они ценные. Я считаю, что компания «Хитсунов» — это тот самый бренд, который создан для того, чтобы вот эти моменты сопровождать, поддерживать, насыщать и делать еще более яркими, еще более запоминающимися. Это наша такая вот маленькая миссия. Какие задачи решает ваша компания? Наша компания решает множество на самом деле задач, начиная от того, что мы даем на рынок качественный продукт, вкусный продукт по приемлемой цене, заканчивая тем, что мы создаем рабочие места. И вообще у нас в компании вот такая своя, наверное, идеология. У нас в основном молодой коллектив. То есть это 23, 25, 30. То есть мы поддерживаем молодых специалистов. Мы не ставим задачу привлечения только опытных. Мы, конечно, привлекаем опытных, но в основном на аутсорс, либо на обучение наших специалистов. Поэтому я вижу именно задачу и цель нашей компании в том, чтобы показать молодежи, что развиваться сейчас в различных профессиях можно и нужно. В том числе такие редкие сейчас и не очень востребованные, как электрики, сантехники, слесарь, механики, кипслесарь, технолог мясного производства и так далее. Это сейчас очень востребованные специальности и очень действительно редкие. Поэтому мы бы даже, например, хотели инициировать какую-нибудь, может быть, образовательную программу совместно с какими-то учебными заведениями, в которых хотели бы на практике показать, как можно строить карьеру в подобных профессиях. Потому что мы, как работодатели, в первую очередь, заинтересованы в этих ребятах. А мы хотим им показать, что у них есть шанс построить успешную карьеру и быть нужными и нам, и республике, и стране. Алена, я знаю, что вы не из нашей республики. Давайте перенесемся в детство. И вы нам расскажете, кем вы мечтали стать, какую профессию видели для себя и какие кружки вы посещали. Да, я родом из Казахстана. Моя семья по сей день там проживает. И у меня родители всю жизнь в бизнесе. То есть у них стаж предпринимательства уже более 40 лет. Они из поколения тех, кто когда-то называли челночниками, потом спекулянтами, потом были ЧПшники, потом предприниматели, потом ИПшники. Сейчас уже все мы бизнесмены. Честно, не вспомню, кем я мечтала быть. Но очень часто мне в детстве говорили, что Алена будет в бизнесе. А если говорить про кружки, то у меня было очень серьезное увлечение. Это фигурное катание. Я кандидат в мастера спорта. Да. Ну и спорт я бросила по причине того, что решила стать архитектором. Кстати, вот мы и вспомнили, кем я хотела быть. Да, я поступила в художественную школу. Поступила в художественную школу. И не доучилась практически два месяца. На этапе написания дипломной работы я вдруг решила, что нет. Я пойду в экономический, я буду маркетологом. Но так как характер достаточно упрямый, целеустремленный, никто не мог на меня повлиять. У меня дедушка был художником, и он очень меня поддерживал в этом выборе. Но даже он не смог меня убедить закончить все-таки художник, закончить дипломную работу и пойти по этому пути. Интересно, а профессиональный фигурист, художник, вся в творчестве, и тут раз, и бизнес тебе. Ну на самом деле маркетинг – это тоже очень творческая специальность, потому что уметь управлять рынком, давать рынку то, что он хочет, отвечать на потребности, что продавать, как продавать, кому продавать. Это тоже очень своеобразное творчество только в бизнесе. Поэтому это тоже очень интересно. Ну хорошо, если получается сочетать. Ну в принципе, да. Интересно сочетать. Если в принципе творчески подходить к любой профессии, неважно, техническая, художественная, гуманитарная или еще какая-то, если ко всему подходить к творчески, с погружением, с какой-то вот синергией, то я думаю, что везде будет получаться замечательно. Алена, чем вам нравится заниматься в свободное время? Нравятся горы. Я очень полюбила за природу эту республику, и в связи с этим возникли новые увлечения. Это туризм, горные лыжи, это конные походы. И в целом очень нравится созерцать вот эту природу, в которой мы живем. Я очень много бываю в других республиках, но искренне считаю, что в Карачаево-Черкесии самые красивые горы. Очень много мест я еще здесь не посмотрела, так как не хватает времени. Но цель есть, как говорится. Мне очень нравится именно туризм, изучать просторы. Спасибо. Надеюсь, эта влюбленность будет только возрастать. Какая у вас любимая книга, и что бы вы посоветовали молодежи почитать? Я читаю, на самом деле, очень разнообразный репертуар. Мне нравятся книги и про бизнес. Одна из любимых книг и в целом одна из любимейших моих личностей в мире бизнеса – это Генри Форд, основатель одной из первых автомобильных империй. Считаю его просто гением оптимизации бизнеса. И вообще, в целом, все его книги, можно сказать, мои настольные книги. А из художественной литературы? В художественной литературе мне очень нравится английская классика. Это произведение сестер Бранте. Множество других, на самом деле. Естественно, Остин – это любимица всех девушек. Ну, в целом, чтение, на самом деле, не важно, что читать. Главное – читать. Особенно, когда читаешь слух, это максимально приукрашает твою речь, делает ее разнообразной, богатой, красивой. И именно важно читать слух. Алёна, а как вы проводите отпуск? На самом деле, отпуск в основном я провожу с детьми. Мы выезжаем либо в горы, которые мы очень любим. Это не как у обычного человека, когда два раза в год стабильно оплачиваемый отпуск, определенное количество дней. Здесь у меня получается, как правило, спонтанно. Два-три дня, недели иногда. Летний сезон стараемся с детьми на море выехать обязательно. Потому что дети, конечно, не растут, время уходит. И этот сладкий возраст маленький никогда не повторится. Поэтому приходится находить время, выкраивать, вносить в свое расписание. Это очень важно. Знаю, что у вас двое детей. А вот хотели бы вы, чтобы они продолжили ваше дело, ваш семейный бизнес? Да, у меня два сына. И на самом деле я об этом не задумываюсь, продолжат они или не продолжат. Я бы хотела, чтобы они выбрали то, что им будет по душе. И ту сферу, в которой они действительно будут успешны. Потому что каждый из этих детей, вообще, в принципе, все люди, все дети очень индивидуальны. И не всем дано быть предпринимателями. Так же, как не каждому дано быть педагогом или врачом. Они еще маленькие, пока у них еще безграничные возможности, они могут стать кем угодно. Лишь бы было по душе, лишь бы они любили свое дело и приносили пользу обществу. Вот это самое важное. Алена, и заключительный вопрос. Почему стоит заняться бизнесом? Вопрос очень хороший и очень резонный на данный момент. Потому что сейчас есть некая мода на предпринимательство. Все стремятся быть предпринимателями, бизнесменами, строить свой бизнес. Ну, здесь, наверное, очень много недопониманий. Потому что бизнес — это, в первую очередь, ответственность. Полная ответственность на тебе за людей, за доход, за победу или поражение. Это отсутствие отпусков. Это отсутствие рабочего графика. 24 на 7. Это отсутствие личной жизни, личного пространства, особенно на начальном этапе. Поэтому бизнес — это сложно. И когда молодые люди думают, что «Ой, сейчас я стану бизнесменом, миллионером, на дядю работать не буду», это, наверное, немножко юношеский максимализм работает. Еще хочу сказать, что на самом деле не всем дано быть предпринимателями. Потому что это определенная такая, так скажем, каста. Здесь недостаточно посетить несколько курсов личностного роста или даже получить образование маркетолога. Здесь должно быть что-то врожденное. Ну, кто-то называет коммерческой жилой, кто-то называет каким-то бизнес-чутьем или еще чем-то. Меня на самом деле огорчает немножко другое. Мы уже поднимали этот вопрос касаемо кадров в целом. Все сейчас стремятся к предпринимательству, но не видят то, что у нас масса пустых, свободных и востребованных вакансий, кадров. Нужны специалисты, нужны эксперты, технические эксперты, специалисты, те же электрики. Вы просто не представляете, сколько зарабатывают электрики. Честно. Поэтому мне бы хотелось, наверное, я бы посоветовала молодежи все-таки искать себя, свое призвание. Потому что мы очень разные. И порой мы сами не знаем, кто мы есть. И вот очень важно познакомиться с самим собой, понять, кто ты есть. И заняться именно тем, что прям вот твое. И тогда успех придет. Потому что не каждый предприниматель миллионер и уж это вообще в принципе состоятельный человек. Масса предпринимателей абсолютно нищих в долгах и так далее, которые в итоге уходят в найм, разочарованные. Поэтому дай бог, чтобы такое не происходило, для этого нужно действительно знакомиться с собой и искать свое. И тогда успех придет, даже если ты не будешь предпринимателем, а будешь электриком. Алена, спасибо вам за интересную беседу. Желаю вам дальше продолжать развивать свой бизнес и стабильного дохода. Спасибо большое, Альбина. Тоже была рада вашему приглашению. Было очень интересно пообщаться. Взаимно все. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо.